62,5 балла из 100 возможных Управлению предпринимательства и туризма Североказахстанской области. Это итоги общественной оценки эффективности деятельности госорганов. Проводят ее в рамках пилотного проекта, разработанного Министерством экономики и бюджетного планирования Республики и программы развития ООН в Казахстане. Репортаж Кристины Горбаченко. Наш регион стал первым, где в пилотном режиме неправительственные организации провели общественную оценку госорганов. В рамках республиканского проекта совершенствования системы оценки государственных услуг рассматривали работу Управления предпринимательства и туризма Североказахстанской области за 2013 год. Общественная оценка вообще на самом деле проводится согласно указу президента о системе оценки эффективности, в котором написано, что неправительственные организации могут тоже оценивать исполнительные органы власти и они могут войти в итоговый отчет для администрации президента. Исследованием занимались специалисты Института развития местного самоуправления. Они проводили опросы и анкетирование бизнесменов и населения, изучали документацию. Деятельность госоргана оценивали по пяти критериям. Уровень ситуации в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и развития торговли оценивается на 67 баллов из 100 возможных. Уровень достижения запланированных целей в стратегическом плане оценивается в 95 баллов. Уровень решения выявленных проблем в 48 баллов. Уровень удовлетворенности предпринимателей деятельностью этого государственного органа в 55 баллов. И уровень доверия и поддержки населения деятельности управления предпринимательством в 56 баллов. Общая оценка 62,5 балла. Как говорят разработчики программы, хорошим результатом можно считать общее количество баллов, превышающее число 80. Довольны ли общественной оценкой специалисты и руководство управления предпринимательства и туризма – неизвестно. Участие в разговоре за круглым столом они не приняли. Теперь администраторы проекта отправятся еще в три региона страны. В Казылы-Родинской области они подведут итоги общественной оценки в здравоохранении, в Восточно-Казахстанской в сфере информационных технологий, а в Мангистауской – в системе образования. После будут составлены рекомендации по совершенствованию деятельности ГУС-органов и расширению работы НПО в сфере оценки. Кристина Горбаченко, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК.